Сальвелин, который хорошо спалось и из-за этого она чуть не опоздала на занятия. А также потом выясняется, что главный гер... Привет, сегодня я расскажу про такое аниме, как Лазурный путь. Малый период аниме вышло в жанрах о медиа повседневно. Сюжет аниме повествует про Академию Лазурный путь, где учатся девушки и носят имена боевых кораблей. Рассказ начинается сразу с главной героини Дживелин, которой хорошо спалось и из-за этого она чуть не опоздала на занятия. А также потом выясняется, что главная героиня крайне неравнодушна к своему командиру. Перед входом в аудиторию Дживелин размечталась и начала представлять романтические моменты с командиром, пока ее не окликнула подруга Янами. Говорит, сейчас мы опоздаем и они поспешили в аудиторию. И когда они пришли в аудиторию, нас встречает еще одна подруга главной героини Лафель. И да, у Дживелин две подруги с зайчьими ушками. А потом Дживелин говорит, что тоже хочет зайчьи ушки. А ее подруга Лафель отвечает, возьми мои, у меня есть запасные. И когда эти три подруги играли с зайчьими ушками, и тут входит их инструктор, Ними, который, как выясняется, тоже подруга главной героини. И тут Лафель уснула на парке, и главная героиня начинает ее будить. После того, как Лафель более-менее ее разбудили, подруги заинтересовались, почему она плохо спит. И тут у Лафель выпадает бутылка красного вина. И когда подруги спросили Лафель, что это, она сказала, что без этого эликсира я не могу уснуть. И Ними потом сказал, тебе нельзя такое пить. Ты уже поняли, Лафель та еще алкашка. Итак, давайте по итогу. Здесь очень много милых персонажей, за которыми интересно наблюдать. Опенинг отсутствует в этом аниме, а эндинг довольно приятно слушать. Всем советую к просмотру данное аниме. Также не забывайте ставить колокольчик и подписываться на канал, тут еще будет много интересных аниме. Всем пока.